всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня отправимся в зигзаг удачи на скидку 50 процентов это у нас город калуга адрес я вам подписала начнем как обычно с обуви обуви у меня было немного что показать показала только то что примеряла нашла вот такие кожаные типа макосинки дырявенькие ну дырявенькие в смысле с перфорацией мне для работы как раз такие нужны думаю отмыть их не составит проблем дышащие кожаные то что надо решила забрать их для работы сели хорошо размерчик принципе вот на носочек если надену будет хорошо едем дальше еще не смогла не примерить вот такие туфельки скорее всего это какой-то винтаж на низком каблучке оценили кстати недорого мне кажется это кожа по-моему было да написано что кожа острый такой носик но чуть-чуть ну длинненький но притупленный принципе смотрелись неплохо сейчас смотрю думаю можно было бы принципе взять на ногах у меня следы от моих эм ээм эспадрилика у них такие резинки спереди крест накрест и поэтому не пугайтесь такие красные пятна давно еще что-то типа собо собо все время забываю куда ставить ударение вы меня поправляете а я так как раз забываю по бокам у них такие клепки мне напомнили что на дверках таких я были. И мне показалось, что они отличаются по оттенку. Один более светлый, другой более темный. В принципе смотрелись неплохо, но каблук и подъем немножко не мое. В принципе неплохие, но буду искать дальше. Ну и к тому же разница по цвету все-таки видна. Также завезли много обуви от Lime всякой. В том числе шлепанцы вот такие. Что-то типа шлепок я тоже хочу давно найти. Но от Lime почему-то оно все завозит в 38 размере. Но мне показалось, что он какой-то не очень большой. Решила примерить. Думаю, вдруг маломерит. Но нет, все-таки это может 37, а может и 38. Ну и плюс они широковаты мне вот в этой части. Так что смотрим дальше. Вот такой ряд у нас серебристых от Lime и вот такие какие-то колошки. То есть это даже не размерный ряд, они все 38 размера. Итак, я уже в примерочной. Вот эти спадрильки видны на моих ногах с плетеной сумочкой. Вот этот комбинезон, у которого я укоротила рукава и многие писали, что зря. По-моему все смотрится вполне неплохо. Это я его решила выгулить. Набрала всяких топов, несколько платьев, несколько юбок. Ищу я как раз какие-то базовые маечки топики. Так что здесь в примерке они будут. И первый комплект у меня сложился из вот такого топа. Кстати, тоже он от Lime. Часто этот бренд попадается в зигзаге. Думаю, что это хлопок либо хлопок со льном. Этикетки чаще всего этих вещей срезаны. Они как стоковые, но этикетки срезаны. И вот такая юбчонка. По составу, конечно, не очень приятная. И плюс она все-таки ткань просвечивает. Так что тоже мимо. Хотя комплектик такой интересный получился. Следующий топ похож на предыдущий. Тоже такого свободного кроя, только идет уже с пуговичками и широкими лямками. По составу, думаю, что-то тоже примерно такой же. Бирок не было. И примеряюсь вот такой винтажной юбкой. Не знаю, возможно, самопошив. Бирок я никаких не нашла, но она явно винтажная. Это можно понять по молнии, которая встроена. Ну и по фасону. Мне кажется, все-таки это что-то такое винтажное. Интересные такие кармашки на кулисках. Юбка мне понравилась. Так, тут я решила показать вам сумку. Сумки я не показывала, но потому что вот только одна была достойная, которую можно было показать. Она кожаная, темно-синего цвета. Внутри такой кармашек еще на молнии есть. Мне показалось, что она просто хорошо перекликается синими мазками на юбке. В принципе, такой комплект получился. Поэтому решила вам показать сочетание именно с этой юбкой. Кручусь-верчусь. Ну, юбку я уже точно решила, что заберу. А вот насчет сумки и топа я еще думала. Сейчас покажу сумку поближе. Вот так она выглядит. На ней, кстати, написано, что это Хлоэ. Но не думаю, что это Хлоэ. Во-первых, до 50 процентов она бы не долежала. Во-вторых, все-таки, ну да, вряд ли. Кроме этой надписи ничего про это нет. Вот показываю, что здесь видно, что это кожа. Внутри вот такая обычно цветочная подкладка. Но она была вот, кстати, потрескана вот на этом сгибе клапана. В целом, так, состояние более-менее нормальное. Не знаю, почему не забрали. Вроде же и кожа. Видимо, не захотели вот ходить с явной подделкой. Поэтому она долежала до такой скидки. Но ее я забирать не стала. Дальше примеряю топ от Маскина. Но он меня, конечно, облепил. Он, у него интересная такая глубокая спинка и вырезы все оторочены такой золотой бейкой и золотая надпись на груди Маскина. И сбоку, кстати, еще есть с одной стороны. Вот такая кулиска на золотых веревочках. Но тоже я ее не поняла. Слишком она еще и тонкая и прозрачная. Ну, в общем, какой-то может это и не Маскина. Дальше футболочка от Найки попалась. Размер М, но села как будто XS. Не знаю, может это какой-то детский М. Кстати, сзади на пуговичке. Необычно. Обычно встречала какие-то спортивные модели и с более синтетическим составом. Вот. Но, короче, тесно-тесно. Вторая тесная вещь. Вот эта блузочка, назовем ее так, в стиле решелье с шитьем или как-то меня поправляли. Не помню. Я ее решила засочетать с юбкой в том же стиле. Там по низу идут тоже такие вот цветочки в этом же стиле. Но уже при примерке обнаружила, что молния у юбочки-то не рабочая. Хотя сама юбка хорошая. 100% лен в составе. Приятная. И, в принципе, такой белый костюмчик неплохой получался. Это платье я вам показывала в коротком видео. Оно с таким ретро-налетом. Но это вполне современная, вполне современный бренд. Оценили, кстати, недешево. Я, по-моему, там кому-то отвечала в комментариях, что полторы тысячи начальной цены. Но нет. Две пятьсот. Села уже когда монтировать и сама удивилась этой цене. Ну, тут, конечно, есть шок в составе и все дела. Но нет. Его я забирать не стала. Искала я что-то к поездке на море. Это я еще снимала перед морем. Простите меня. Задержалась я с монтажом видео. Были проблемы у меня с программами для монтажа. И, в общем и целом, да, как-то так сложилось. И вот такой сарафанчик примерял. Здесь джинсовая вставка такая на груди. Он идет в пол. Но мне его, конечно, как обычно пришлось бы укорачивать. Вполне интересный сарафанчик. Можно было бы рассмотреть. Вот такое черное, немножко мрачное. Платье от Карен Миллен попалось на запах. Здесь цветы и тигры. Очень необычное сочетание, конечно. И напоминает мне какую-то цыганочку. Прям хочет сказать, дай ручку, иди, погадаю. Снаружи вискоза. Подкладка, как обычно, конечно, полиэстер. Зачем-то туда запихнули. Ну, в общем, модель интересная, но расцветка не моя. Итого, я потратила сегодня 1000 рублей. И ушла вот с таким пакетиком вещей. Сейчас покажу, что я в результате забрала. Забрала я, конечно же, как и сказала уже, вот эти макосины для работы. Надо только их немножко почистить. Винтажную юбку, пеструшку вот эту. Еще забрала футболку мужу и мягкую игрушку для крестника. Вот такой был у меня мини-забег. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои другие соцсети. Ссылочки оставлю в описании. До новых встреч. Пока.